Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Ну что, соскучились по обзорам недорогих планшетов? Вот один из них передо мной и подробно про него расскажу. Стоимость этого планшета на февраль, на середину февраля 2014 года, в принципе, не очень большая, учитывая, что у него 9,7 дюймов, 3G, 2 SIM-карты, с которых можно звонить и писать, получать SMS, то есть как телефон. И всего за него просят среднее по Яндекс.Маркету 7200 рублей. Моя задача рассказать о плюсах и минусах этого планшета для вас. Итак, дисплей TFT. И на самом деле дисплей вот не очень, честно говорю. Просто у меня были планшеты этой компании, два планшета 1030 и 1035, и там дисплеи стояли значительно лучше. Но учитывая его не очень высокую цену, в общем, вы вот делайте сами, я буду просто рассказывать, а вы смотрите. Короче, дисплей, угол обзора на самом деле падает, и падает достаточно сильно, если мы его поворачиваем. Сейчас буду его тестировать и подробно посмотрите. Дисплей TFT 9,7, формат 4х3024х768 точек. Конечно же, для такого дисплея это немного, но перед нами бюджетный планшет. Процессор. Здесь Mediatek MTK 8377, двухъядерный, 1 ГГц. Оперативной памяти 1 ГБ. Видеопроцессор. Здесь PowerVR S-GX 531. Памяти 8 ГБ в самом планшете. Свободно почти 5, там 4,8, по-моему, плюс. Карта памяти microSD. Тест Antutu, на самом деле, по нынешним меркам, конечно же, это чрезвычайно мало. Ну, что делать? На самом деле, игра Real Racing 3, я вам ее в конце включил, а она реально тормозит. То есть, нужно понимать, что планшет не игровой. А что же на нем хорошо делать? На самом деле, тут есть особенности. Кроме того, что на нем, в принципе, вполне можно смотреть видео. Сейчас я вам покажу. Кроме этого, здесь встроенный ТВ-приемник. К сожалению, поймать мне здесь, на юго-западе Москвы, не удалось ни одного канала. Ну, с шумом. Может быть, где-то будет брать лучше. И FM-радиоприемник. Но с FM-радиоприемником есть одна странность. Есть антенна. Я обрадовался, думал, что прямо сейчас радио послушаю. Но на самом деле, нужно подключать наушники для того, чтобы и включать громкоговоритель. Сам по себе он не работает. Давайте посмотрим, как воспроизводит планшет Full HD. Видео вообще потянет, не потянет через даже MX Player. Сделаем вот так и посмотрим. На самом деле, почему Full HD? Так как диагональ большая и, в принципе, логично. На нем можно и Full HD смотреть. Ну, посмотрим, можно или нет. Не, нельзя на самом деле. Не хочет. Все-таки характеристики 2 ядра, 1000 МГц, так, то и частота не тянет. Что касается обычного видео формата AV, то тут все, в принципе, без проблем. Проигрываю я не через стандартный плеер, а через MX Player. И тут, на самом деле, фильмы смотреть можно. Смотрите, в принципе, нормально. Вот что касаемо дисплея. Видите? То есть, вдвоем, втроем смотреть достаточно сложно. А так, с других сторон нормально. По динамикам громкость сделаю сейчас больше. Включим с самого начала. Ну, динамика здесь 2, и это хорошо. Ну, они достаточно рисковатые. На полной громкости некомфортно. Ну, вот где-то вот так вот, поменьше, в принципе, нормально. Смотрите сами. То есть, как если для фильмов брать, как планшет недорогой, то, в принципе, можно. Не могу сказать, что идеально, но вывод делайте сами. В принципе, так вот, если не продираться, учитывая стоимость, и то, что здесь 2 сим-карты, то, в принципе, смотрите сами. Далее. По внешнему виду давайте посмотрим. Мы по комплекту. 9,7 дюймов. Есть фронтальная камера для видеозвонков. Есть датчик освещенности. В принципе, все стандартно. По внешнему виду имею в виду. Обратно это алюминий. Кстати, прием Wi-Fi, ну как, через две стены ловит. То есть, как-то нормально, как и другие устройства. Модули, судя по всему, как и в iPad, скрыты здесь должны быть. Под пластмассовой такой вот заглушкой. Что особенность, мне что понравилось. Камера, не смейте, я думал, будет полный отстой. Вы знаете, ну, несмотря на то, что камера, вдумайтесь, 2 мегапикселя здесь и 0,3 мегапикселя здесь, она, в общем-то, снимки выдает не самые плохие. Вы посмотрите пример под этим видео. Я был очень сильно, прям удивлен. Думал, что она здесь для галочки. Ну, примеры обязательно. Смотрите сами. И есть вспышка, то есть, мы можем поставить приложение фонарик, и на планшете будет фонарик. Почему нет? Пригодится. Антенна, как я и говорил вам, для приема радио, ну, толку от нее вообще нет. Потому что без вот здесь вот разъема радио не включается. Что, конечно же, странно. Раз антенна есть, должен работать. Но нет. Нужно вставлять, собственно, антенну. Я сниму сейчас крышку, покажу. Она снимается туго, но это, наверное, в принципе, и плюс. Ребенок меньше самых шансов, что разберет. Карточка памяти microSD ставится сюда, вот сюда. И две полноразмерных обычных сим-карты, мини-сим-карты. Крышку ставим до конца обратно и продолжаем осмотр планшета. Получается, с левой стороны, если смотреть, то тут, опять же, неожиданность для бюджетного планшета. Неплохо micro HDMI выход, подключение к телевизору, разъем для наушников. И, кстати, звук оказался громким. Высоких частот не хватает, но зато басов с избытком. Понятно, что есть эквалайзер, слушал через встроенный проигрыватель на своих наушниках. Ну, смысл такой, что, в принципе, слушать можно. Я думал, что тоже будет звук отстой, учитывая, что это недорого. На самом деле, четкости и высоких частот не хватает, но вообще басы нормальные. Это если эквалайзером поиграться. В принципе, нормально. Если смотреть фильмы, то громкости достаточно. Декодер, то есть заряжается планшет двумя способами. Либо через адаптер, который в комплекте, я сейчас покажу. Либо через micro USB, стандартный разъем. Но через micro USB заряжается значительно дольше. Кнопка сброс, reset и микрофон для звонков по скайпу или просто разговаривая, как по телефону по нему. Но куху, конечно, такой подносить будет сложно. И с другой стороны, кнопки громкости, кнопка включения и выключения. Динамика, как вы видите, два. И все, снизу больше ничего нет. Посмотрим комплектацию. Вы удивитесь, но ритм в своих лучших традициях. Я помню, что у них чехлы во многих моделях шли. Здесь не исключение, чехол также есть. Смотрите, что у нас в комплекте. Инструкция, гарантийный талон, карточка какая-то на, так я понимаю, скидка 40% на антивирус. И Beeline дает месяц бесплатного интернета. В комплекте идет уже наклейка, вон она. Суть в том, что вам один месяц нужно оплатить, а второй месяц будет бесплатно. Но, в принципе, тоже на самом деле неплохо. Вот она. И сам чехол. Стандартно, то есть есть достаточно большой адаптер для зарядки планшета от сети. Я показывал под него, как на старых Nokia, такой вот маленький разъем для зарядки. Кабель USB, microUSB. И приятно, что есть OTG кабель. В принципе, это все. Давайте теперь посмотрим чехол. Как он, планшет будет выглядеть в чехле. Я уже, конечно, мерил. И сейчас покажу вам. Вот такая штука. Она на самом деле снимается. Но я ее снимать не буду, потому что этот планшет поедет к победителю. На него конкурс идет. Чтобы отправить уже в состояние, как новое. Просто покажу вам. На самом деле, там липкая лента. Вот так вот планшет кладем, закрываем. И, знаете, очень-очень неплохо. За 7200 пусть с дисплеем не айс, пусть характеристики не айс. Но вообще получаем под кожу. Это не кожа, конечно, но выглядит под кожу чехол, который можно, в принципе, получается, и вместо подставки вот так вот согнуть и использовать. То есть, конечно, вообще, вот она. Единственное, за что он тут цепляет. А, вот, смотрите, ребят, продумано, реально, вообще. То есть, использовать можно, классно, реально классно. Ну, классно, учитывая цену, молодцы. То есть, чехол зачет, однозначно. Далее, коробку убираем. В принципе, нам уже она больше не нужна. Для ритма из коробка стандартная. То есть, там девушки нарисованы обычно у них. Все так красиво оформлено. И до конца разбираем этот планшет. Ну, разбираем, конечно, его не отвертку в руки берем, а показываю вам меню, рассказываю о том, что как работает. Работает, конечно, все не очень быстро. И удивляться тут нечему. Ну, точнее, я говорю не быстро, но вот оно все листается быстро. Но, смотрите, все, в общем-то, вот так. И, я думаю, придираться не стоит, глядя на стоимость этого планшета. Давайте посмотрим фотографии. Фотографии у меня одни и те же, как вы знаете, для тестов. И мы смотрим. Вот они. Это апельсины, кстати. Это реально апельсины. Это не лимоны. Углы обзора еще раз. Ну, грустно, да. С другой стороны. С другой. И с другой. Ну, классический ТФТ. Далее. Смотрим. Да. По версии андроида. 4.1. К сожалению, хотелось бы уже больше версии. Например, шторок не хватает. Они появляются, по-моему, на 4.2 или на 4.3. Вроде на 4.2. Сверху уведомление. Удобная штука. Вес достаточно увесист. 670 грамм. Но, отчасти это объясняется за счет аккумулятора. Аккумулятор 7200 мАч. Это достаточно много. Данных официальных по времени ожиданий или разговора даже. Все-таки здесь симки нет. Но я, естественно, протестировал видео на максимальной яркости в режиме самолета. Ави-видео. Прокрутил 6 часов 30 минут. Для бюджетного планшета, могу сказать, показатель вполне неплохой. Видео я вам включал. То есть, именно вот Ави-видео тянет, смотрите, без проблем. Еще раз включу. А Full HD, конечно, не стоит запускать. Я вас спрашиваю. То есть, нормально. Именно вот если просто взять как для видео. Видео я же нельзя, тяжелое. Ну, все. Достаточно, думаю. Далее. Давайте тогда еще раз перечислить сейчас все его особенности. Самого минимума ничего здесь, в принципе, необычного нет. Есть некоторые приложения уже установленные. Всякие там навигаторы и так далее. Но это все из маркета, естественно, можно установить. Особенности. Особенности планшета. Первое. Это цена, в принципе, недорогая. Второе. То, что можно осуществлять звонки с помощью, ну, просто как телефоном, короче, пользоваться. Можно говорить. Микрофон есть, слышать. Либо динамики, либо подключить гарнитуру и разговаривать по ней. Третье. Все-таки GMI выход тоже, как особенность, вполне идет. Четвертое. В принципе, это металлический корпус. Тоже, в принципе, считается металл, что это престижно. И то, что можно ТВ-эфир. Давайте я вам покажу, попробую точнее, что тут ловить. Я, правда, не поймал, как уже говорил. Мы включаем аналоговое телевидение. Сканирование я сделал. Сейчас мы. Так. Аналоговое ТВ. И смотрим. Видите? И вот так вот все каналы. То есть, может быть, в Останкино, где-то рядом, что-то поймает. Но у меня, увы. Увы. И все так вот. Я полистал, посмотрел. Выключаем. Радио. Радио я также вам говорил, что включается оно только с наушниками, к сожалению. Сам приемник выглядит вот так. Достаточно прикольно. И можно записывать. Если мы нажимаем сюда, то можно ТВ-радиоэфир записывать. Это громкость. Про музыку я вам уже рассказал. То есть, слушать вполне можно. То есть, я даже несколько был удивлен через наушники. Единственное, это такой вот бас-бас-бас. А вот именно вот частоты звука не хватает. Ну что же. Минусы. В принципе, минус, конечно, основной. Это не самого высокого качества экран. Основной из-за угла обзора. Хотя, если пользоваться одному, то, в принципе, нормально. Минус, конечно же, учитывая цену, может и не минус, нужно знать. Обязательно показываю, как идет Real Racing 3. Процессор немощный. То есть, характеристики по нынешним меркам небольшие. И смотрите, Real Racing 3 подтормаживает. Реально подтормаживает. Так что, имейте в виду. То есть, как игровой планшет. Тут либо на какие-то игры простые его покупать. Либо знать, что игры будут тормозить. Ну что же. Давайте покатаемся еще. Так. Принять. Приняли. И поехали. Погнали. У меня, кстати, на моем планшете, на Nexus 7, ну, точнее, не на моем, вообще, Real Racing 3, что-то случилось. У меня здесь, получается, там, миллионы, 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 миллионы. И золото, при том, и денег. Я не знаю, откуда оно это взялось. Поехали, короче, покатаемся. Вообще. Короче, глюканул, даже играть неинтересно. То есть, просто миллионы оказались. А я ничего такого не делал совершенно. Я почитал, погуглил. То есть, у людей есть такие же темы. Люди пишут. А что случилось? Почему мне Real Racing 3 разработчики подарили несколько миллионов или миллиардов денег? Так что, ну что, давайте прокатимся. Вот, ну, смотрите, играть, короче, что-то вообще просто нереально. Вот, ну, по сравнению, конечно, с 1030 или с 1035, это модели планшетов, которые у меня были достаточно давно. Вот, те, конечно, были, в общем-то, очень и очень интересными. Но они были, во-первых, без 3G. В них нельзя было поставить сим-карту. Во-вторых, они стоили дороже. Если не ошибаюсь, в районе 9000 стоили, по-моему, 1035, там, 8500 где-то. Могу путать. В свое время, там, года 2, наверное, или 3 даже назад. И вот этот стоит 7200. Экран здесь хуже, характерически хуже. Там, я помню, Real Racing 3 шел. Ну, то есть, тут за счет цены он может быть интересен. За счет цены и своего функционала. Ну, что же, еще раз посмотрите, прошу фотографии ради интереса, потому что даже как-то удивил, удивился реально от этих фоток. И минус тут, еще раз акцент, это только экран. Ну, с малым разрешением, с углом обзора не очень. То есть, если мы, например, мелкий текст читаем. Сейчас вот открою. У меня здесь должна быть какая-то книга. Да даже так просто посмотреть. Хотя нет, читать, кстати, в принципе, нормально. Мелкий текст в интернете может не очень хорошо читаться за счет невысокого разрешения. Вот, не считая и вот этих минусов, в остальном, в принципе, нормально. По меню, по меню еще покажу. Здесь, в принципе, и такого ничего необычного нет. Все как-то более-менее стандартно. И смотрим версия 4.1.1. Ну, что же, спасибо всем вам. Будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков. С уважением ко всем. Давид.